Следующий докладчик Ворошнин Владимир Юрьевич Санкт-Петербургский государственный университет Электронная спиновая структура графена на арене интерколированным атомами золота Из темы его доклада видно, что речь пойдет о экспериментальном исследовании графена полученном на подложке в районе с интерколированным золотом Речь пойдет о том, как вообще структура графена меняется когда он на подложке Значит, здесь приведем план доклада Сначала я буду говорить о том вообще чуть-чуть что мы хотим увидеть в графене потом вообще зачем мы это делаем потом как мы это делаем, что мы делаем и, конечно, мы получили Ну, всем нам хорошо известно вообще, что такое графен но я бы хотел остановиться на электронных свойствах что мы ожидаем в нем увидеть это как раз директорский конус который говорит нам о том, что на уровне фермы у нас присутствуют безмассовые переносчики заряда Но это все для свободного графена Когда мы получаем графен на какой-то подложке графен у нас 2D молекулы или 2D кристалл как у нас сказано в конференции поэтому должно быть какое-то влияние Вот, какова же, говорят, подложки и можно ли это вообще как-то использовать для наших целей Далее, вообще, зачем мы это делаем такой интересный вопрос Используем мы подложку рейне, но потом интеркалируем золото Прежде всего мы хотим сохранить графен квадисвободным То есть мы хотим, чтобы у нас была вот эта линейная дисперсия Хотим сохранить вот эти электронные свойства Но мы можем также добавить спинно-расщепление Зачем? Для того, чтобы в будущем как-то использовать графен в спинтронике То есть если у нас будет спинно-расщепленное состояние мы сможем пускать спиновые токи Ну, как мы это можем вообще сделать? Графен сам по себе этим не обладает Но в случае гипредитации графенового состояния с какими-то уже спинно-расщепленными состояниями что показано вот здесь Здесь показан проводит кроссин эффект спинно-зависимый То есть вот у нас спинно-расщепленное состояние графена Какие-то состояния спинно-расщепленного уже чего-то другого Ну и, соответственно, мы видим спинно-расщепленное состояние графена вот здесь Если мы вот это получим, то у нас будет спинно-расщепленное писостояние вблизи уровня фермы Чего мы, собственно, и хотим Почему? Мы берем рейне В рейне вблизи уровня фермы существуют такие состояния Но возвращаемся опять к вазе свободного графена. К сожалению, когда получается графен, или уже можно сказать, он уже далеко не графен. То есть речь ни о каком гироковском конусе не идет. Там есть химсвязь и ничего не видно. Поэтому мы используем методику интеркалирования золота посередине между подложкой и графеном. Вторая мотивация была получение каких-то топологических эффектов. То есть раскрытие топологической щели и формирование топологических состояний. Я на этом много останавливаться не буду. Но кто этим занимается, кому интересно, пожалуйста, буду рад поговорить после. Собственно, весь эксперимент здесь обозначен. Мы взяли монокристалл Рейни. Опять же, монокристалл, чтобы исключить всякие другие эффекты. Плоскость выхода 1,1,1. Далее каталитический крекинг на поверхности при температуре 800 градусов. Получается монослой углерода. Здесь не зря показано, что он такой волнистый. Потому что на Рейни идет большая кругация. Ну и, соответственно, химсвязь. А что такое С3H3? Пропилен. Пропилен. С3H6. Ну, опустим это на данный момент. Значит, далее, как я уже сказал, у нас существует большая химсвязь. И мы проколируем это золото в флотографе. Методику, которую мы в большинстве случаев используем, это фотоэлектронная спиртоскопия. Всем известная. Мы, грубо говоря, можем получить электронную структуру, увидеть ее. Но это еще не все. Если мы возьмем какую-то угловую зависимость, мы можем ее пересчитать в зависимость по параллельной компоненте квазиимпульса в твердом теле. И более того, стоит заметить, что все-таки есть глубина какая-то выхода. И это поверхностно-чувствительный метод. Поэтому все эксперименты проводятся в высоком вакууме. И как раз-таки вот такой метод он идеален для тонких пленок. Таким графеном является. Более того, раз уж я говорил о спинтронике, нужно что-то сказать о структуре пиновой. То есть, если вместо обычного детектора под конец поставить детектор МОТО, который представляет из себя золотую фольгу и два детектора, то благодаря спинно-орбитальному взаимодействию на тяжелых атомах золота мы можем разделить электроны с различными спинами на выходе. То есть, получить спинно-решенную скатероскопию. Ну вот, как я и обещал, вот у нас дисперсия. Она не очень хорошая для рейни, но потом будет лучше. Значит, мы видим состояние чистой рейни. Потом это я показываю, чтобы сравнивать. Далее мы проводим как раз-таки крекинг на попеле. И получаем следующую картинку. Вот у нас добавилось π состояние графена. Как я уже говорил, у нас нет никакого гирбовского конуса вот здесь. Здесь у нас сильная связь. Более того, она сдвинута, он должен быть вот здесь. Она сдвинута на 2 электронвольта, в сторону увеличения энергии связи. Поэтому здесь-то мы и интеркалируем золото. Но прежде чем интеркалировать, мы можем померить, вообще, ну проверить, правду ли я говорю, есть ли там спинно-решеное, спинно-поляризованное состояние рейни, облизи уровня фермы. Вот это вот сечение померено. Вот здесь вот спинно-решеная скатероскопия. И видно, что состояние действительно поляризовано. Далее мы делаем интеркаляцию и видим следующую дисперсию. Видно, что π состояние вот они теперь. Они теперь при 8, они сдвинулись вверх. Что говорит, что он теперь в кваде свободный. Вот на эту лёдочку не смотрите, это у нас просто полёрнут на 15 градусов домен. Вот. Поэтому вот он, вот наше π состояние. Что у нас ещё добавилось? Добавились вот эти состояния золота 5D. И, как мы уже видим, вот здесь вот π состояние графена, оно уже линейное. Вот. Что мы можем к нему сказать? Давайте посмотрим спинно-зависимые спектры. И вот оно, π состояние, совсем вблизи уровня фермы. Тут достаточно тяжело, но видно, что оно спинно-решеное. Также видно вот эту вот вторую ветку, которая тоже спинно-решеное. Вот это состояние, как бы, тут рейни, золото, ну, считаем, что они как-то с собой гибридизуются. Это вот ещё один спектр, уже отдельно вот этого состояния. И он тоже явно видно, что расщеплён. Далее. Ну, у нас вообще, как бы, не так всё просто. Если использовать разные энергии, то у нас лучше или хуже видно разные состояния. Вот там была энергия с 62. Здесь энергия с 40. Здесь лучше видно именно состояние углерода. Поэтому мы померяли и посмотрели, что у нас появилось. Здесь уже попали немножко в другую точку. Здесь уже не так хорошо видно второй домен. Поэтому вот оно, наше π состояние графена. Оно линейное вот здесь вот. Но также мы видим, вот здесь вот этой штуки не было. Вот здесь вот её не было. А здесь она появилась. Это у нас такое характерное состояние золота, СП. То есть сейчас мы можем сказать, что у нас под графеном не какой-то сплав золота с рейнием, а именно какой-то слой золота. Скорее всего, монослой золота. Вот. Вот здесь вот у нас стрелочкой показано. Это вот здесь вот состояние рейни, их много. Здесь вот они тоже. Здесь вот видите маленький изгиб. Мы всё-таки считаем, что здесь произошла какая-то гибридизация графенового π состояния с состояниями рейния. Но опять же, тяжело говорить, потому что рейни, он всё-таки находится за золотом. И чтобы проникнуть туда π состоянием, это надо сильно постараться. Или сделать это как-то через золото. Вот. Опять померяны спиновые спектры. Вблизи уровня ферми. Вот они. Ну, видна какая-то спинполяризация π состояния. Ну, и рейния, соответственно, тоже. Ну, и чтобы вот такую полную картину получить, мы вообще промеряли вот здесь вот всё, но так, чтобы не загружать. Вот здесь вот тоже померили инспектор. Видно, что вот у нас поляризованные состояния золота и рейния. И поляризованные π состояния графена. И вот здесь тоже. Но здесь оно, скорее всего, больше связано с гибридизацией золота. Ну, то есть... Да. Вот эта последняя картинка, которую я хотел представить, я уже сказал, что при разных энергиях видно разные состояния. При энергии 120 у нас уже гибрид не так хорошо видно. Видно хорошо состояние рейния. То есть это поменьше картинка, чем гибридизация. Вот я тут обозначил, где примерно должно идти π состояние. И вот у нас вот это вот всё, это состояние рейния. Ну, видно, что они вот здесь вот может быть как-то гибридизуны, а в основном они идут сами по себе. Вот. Теперь можно перейти к выводам. Мы задачу поставили получить графен. Мы графен получили, он у нас получился квазис свободный. Получилась у нас линейная дисперсия. То есть всё хорошо. Получилось какое-то спиннорбитальное расщепление, что тоже радует. Вот. Думаем, что благодаря рейнию. Что касается последнего, это вот обходить кожу. Всё. Спасибо за занявление. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok